фаз равняется 2. Жидкое твердое нагрели, он начинает лавиться, значит число фаз равняется 2. Ну, что мы отсюда в связи с этим нашим неравенством можем заключить? Мы в таком случае можем рассказать, что вот когда система находится в состоянии 2 фазы, то есть соседствует, жидкий металл и металл твердый, число степеней свободы становится равным нулю. Значит, это значит, что чистый металл должен иметь одну определенную температуру плавления. Вот она тоже должна быть фиксирована, чтобы, значит число степеней свободы, ну вот здесь вот единица, и, значит, здесь у нас тоже единица, вычитается двойка, число степеней свободы оказывается равным нулю, вот в этом случае это означает, что температура не может меняться нами по усмотрению, если речь идет о ситуации, когда в воду равновесия находится жидкая твердая фаза. Это означает, что температура плавления чистого металла есть нечто определенное, фиксирован характерное для данного металла. Это хорошо известный доток и, конечно же, будет в каком-то числе степеней свободы. Ну, все, наверное, если не металл, конечно, что-нибудь другое плавили в лаборатории. Ну, просто там, я не знаю, в нашем мире это называлось «Колесом». Сейчас еще называют или нет, в лаборатории, по которому вы путешествуете на пиано-корослое. Ну, и вот все знают, что если вот очень нас предельсирует нам давление, мы откладываем, вот давайте откладывать температуру вот этого нашего металла, в зависимости от времени, которое прошло, ну, при условии, что, ну, Н, что ли, вот, я напишу, буквально, может, абсолютно останется рядом с картинкой, значит, Н – это мощность, вот, источники тепла. Вот мы подаем с неизменной мощностью квадратик тепла. Ну, на какую-то, какая-то плитка, какая-то печка, которую, там, ну, может быть, мы все включили, вот с неизменной мощностью в единицу времени металл получает одно и тоже неизменное количество. Ну, и, как вот все мы знаем, значит, картинка, которая будет показывать изменения во времени температуры, будет следующей. Вот здесь вот, значит, это плавление начинается, ну, это начало, так сказать, этого процесса. И дальше температура остается постоянно, и это уже есть вот эта вот самая температура плавления. Время идет, температура вот этой двухфазной системы не меняется, меняется, ну, пока подается тепло, меняется просто количество, соотношение. Вот, твердая фаза становится все меньше и меньше, жидкая все больше и больше. В какой-то момент все вещество становится жидким, ну, и дальше уже, значит, температура повышается, эта температура жидкости, то есть это уже вот время конца этой процедуры плавления, и, значит, действительно, вот есть некоторая определенная неизменная температура, температура плавления, значит, какого-то чистого вещества. Ну, я сейчас вот с некоторым умыслом, потому что дальше это мы как-то немножко используем, значит, я вот напомню вам, хотя наизусть, конечно, вот этого, наверное, если специально вы занимаетесь, не знаете, я этого тоже не помню, но вот, если мы, например, будем говорить о меди, то вот эта температура плавления, она для меди равняется 1083 градуса Цельсия. Ну, а еще один, если мы возьмем металл, то, соответственно, температура существенно больше, она вот такая. Ну, эти два металла хорошо, очень справляются, поэтому вот о них, значит, мы сейчас постараемся поговорить, о сплавах, которые различаются тем, что в них в разных отношениях присутствует медь и никель. Ну, это называют, вот такой сплав называют бинарным сплавом, когда у нас две компоненты, два химически разных вещества сплавляются, ну и часто говорят, система А-Б, там, скажем, имеем в виду, что, ну, вот какие-то два вещества А-Б. Вот пусть у нас, значит, в одной, в роли А, там, выступает медь, а в роли В пусть выступает никель. Ну и, значит, действительно, вот сейчас, если мы будем говорить о такой системе, значит, бинарный сплав, число компонентов, вот в формуле, которую, правда, у нас рядом записано ястер, значит, м превращается в двойку. Вот в этой ситуации, ну, когда сплав, конечно, вот действительно в таком состоянии, когда идет процесс сплавления, м, значит, по-прежнему два, а число компонентов равняется двойке. Это значит, что у нас появляется одна степень свобода. Ну и вот это степень свобода, это, разумеется, температура плавления, которое, как, ну, действительно, вот опыт говорит, для сплава выглядит таким образом. Вот у нас есть, ну, мы подразумеваем сплав в какой-то одной определенной концентрации. Значит, вот, если мы точно такую же картинку рисуем, то, значит, у нас вот он твердый-твердый греется, а потом начинает плавиться. Ну и вот картинка выглядит как-то так. То есть вот здесь есть, ну, разумеется, опять же, вот эти время начала и время конца плавления, но есть некий интервал температур, в котором, значит, это плавление происходит. Вот какая-то первая, вторая, значит, температура начала и температура окончания вот этого вот процесса плавления. Ну, картинка эта сделана для какого-то определенного сплава, какой-то определенной концентрации, значит, общей концентрации. Мы с вами знаем, что в нашем этом рассуждении, когда мы эти самые степени свободы подсчитывали, мы говорили, что вот у нас есть две, значит, степени свободы – это давление и температура. Ну и, кроме того, значит, состояние вещества, вот этой всей сложной системы, значит, оно, конечно же, определяется концентрацией, концентрациями всех компонентов, всех фаз. Ну, значит, вот это в подсчет там числа степеней свободы входило. Значит, если наш параметр, вот этот, выбранный нами единственный в этой ситуации, температура каким-то определенным образом, значит, меняется, то это означает, что в зависимости от него они уже не свободны. Меняются вот эти самые концентрации. Вот они являются функциями температуры. У нас есть некая общая, конечно, концентрация, которая определяется просто тем, что мы взяли, ну, вот какое-то количество, давайте будем не в весовых, а в молях говорить вот о этих долях, с которыми никель и медь входят в этот наш стоп. То есть у нас есть, конечно, какая-то общая концентрация, которая не зависит от температуры. Это просто мы взяли столько одного, столько другого и сплавили. Ну, то есть можно говорить вот о общей концентрации, скажем, никеля. Ее мы понимаем так. Значит, это количество молей никеля, которое мы взяли для того, чтобы приготовить сплав, отнесенное к полному количеству вещества. То есть мы взяли какое-то количество молей никеля и какое-то количество молей меди. Ну и вот это отношение, это концентрация никеля, она совершенно, значит, симметрична для меди. Меди у нас будет вот таким образом, может быть. Она определена вот так, понимаем. Вот эти общие концентрации. Ну и, значит, совершенно естественно, сумма концентрации, вот они независимы, ну это общие, правда. Значит, сумма, естественно, равна единице. Похожим образом, значит, мы определяем, естественно, концентрации веществ в фазах в жидкой и твердой. Значит, когда у нас есть жидкая и твердая фазы, то, конечно же, надо уже говорить о том, что вот у нас есть, ну вот, допустим, я определил концентрацию никеля в жидкой фазе. Значит, у нас сколько там будет никеля и меди в жидкой фазе, сколько там в твердой, ну и вот возникают вот эти вот самые концентрации, которые мы в прошлый раз выписывали, там, подсчитывали, сколько там, значит, у нас параметров свободных остается. Исходя из условий, я напоминаю, значит, химического равновесия. То есть химические потенциалы каждой компоненты в разных фазах должны быть равны друг другу. Вот исходя из этого мы правила у вас получаем. Ну, значит, вот у нас таким образом в качестве некоторых переменных, которые определяют состояние вот этой нашей двухкомпонентной, двухфазной системы, выступают вот эти вот концентрации. Значит, это что вот? Трифазы, ну и точно такая же формула для фазы твердой. Ну, естественно, значит, там значок, когда я химические потенциалы выписывал, значок упаковывающий на то, о какой фазе идет речка, описался вот так, вверху, ну и в скобках, чтобы это не воспринималось как показательной степени. Значит, я также и вот сейчас это точно пишу, а внизу стояла компонента. Ну, вот здесь вот она вот так вот конкретно указана. Значит, ну, потому что это, как у химиков, принято говорить, ликвидус, то есть жидкая фаза, ну, а это сволидус, это твердая фаза. Значит, вот у нас есть еще и вот такая концентрация, ну, например, никеля. Точно то же самое, разумеется, мы можем написать для мерий. Сейчас вот эти вот количества вещества в твердой, конечно, в твердой фазе. Вот, ну, не буду писать для меди, разумеется, значит, это точно так же может быть написано. Так вот, вывод наш сейчас состоит в чем? Значит, если вот у нас компонент 2, то имеется одна единственная снега и свободы. И отсюда вывод, что, ну, температура, давление мы вообще рассматривали как, значит, нечто фиксированное сразу о нем забыли. То есть вот в этой нашей формуле, там, 2 минус R плюс R, вместо 2 мы видим сейчас единицу. Ну, и вот в связи с тем, что фаз 2 компонента 2, значит, они друг друга уничтожили, остается одна свободная, один свободный, одна степень свободы, один свободный параметр. Значит, если мы считаем, что это температура, то это означает, что все остальное, а что, собственно, осталось остального, это вот эти вот концентрации, концентрации того и другого компонента в той и другой фазе. Значит, они все являются, естественно, ну, независимыми, конечно, являются только из вот этих четырех, ну, у тебя две написаны, еще две мог бы написать, а их четыре. Но, значит, естественно, только две независимые, потому что они связаны, опять-таки, вот этим условием, что, значит, сумма равняется единице, ну, потому что, ну, очевидным образом, вот если мы сложим, то прямо отсюда ясно, что, значит, у нас должна получиться фиксированная величина единицы. Так вот, в таком случае мы приходим к выводу, что вот все эти концентрации при данной температуре совершенно определены, они являются, они не свободны, они определяются, ну, вот скажем, значит, такая величина, значит, она является определенной функцией температуры. Если температура рефиксирована, то определена, и, значит, вот эта вот величина, эта концентрация, ну, и остальные тоже, я не буду их, значит, выписывать, понятно, что там можно и уметь написать внизу, и наверху, там, твердая фаза. Так вот, значит, эти концентрации есть определенные, конечно, какие-то величины, и мы можем показать на диаграмме, ну, где, собственно, ну, как мы их можем увидеть на фазовой диаграмме, которую мы легко можем получить вот таким образом. диаграмме для вот этого сплава. Значит, если у нас вот это снято для какой-то определенной концентрации, мы вот этот вот интервал температуры, в котором происходит плавление сплава с данной концентрацией, для разных концентраций, так сказать, зафиксируем, то, значит, мы сможем, ну, просто экспериментально построить вот такую, значит, как-нибудь. Вот у нас так обхиладывается концентрация, ну, скажем, там, нигде. А здесь температура. Вот при какой-то данной концентрации, которая вот здесь вот подразумевалась, вот на этот график, так сказать, мы с нами, вот здесь где-то вот этой концентрацией будет отвечать какой-то вот этот вот температурный интервал. Вот. Значит, если концентрация никеля в сплаве меняется, ну, как она только и может меняться, вот это вот, ну, общее, ну, тут у меня для меди написано, ну, для никеля такая, значит, она, естественно, может меняться по 5 единицам. Ноль – это чистый никель, ну, и поэтому температура, наоборот, ноль – это чистая медь, конечно, потому что я говорю о концентрации никеля. Ничего, если она нулевая, то, значит, мы имеем дело с чистым медем. Ну, и вот, следовательно, температура, для которой идет плавление чистой меди, это вот эта самая температура Т плавления меди, с нее всегда начинается. Но когда у нас уже появляется в сплаве никель, то вот уже какой-то конечный интервал составляет со собой вот эта область температуры, когда идет плавление, ну, и, значит, вот эта наша кривая, она как-то должна проходить вот таким вот образом через вот эти две крайние точки вот при этой концентрации. Ну, и все это так вот кончается тем, что где-то, ну, я сразу рисую, условно, конечно, качественно, ну, вот если действительно это вот чистый никель, то вот эта температура должна быть 1455 градусов Цельсия, а этот – 1083, это чистая медь. Значит, это плавление чистого никеля. Вот. Ну, а тут вот эти вот, значит, вот этот вот интервал, он разный, для разных концентраций общих, и возникает вот у нас такая фазовая диаграмма с такой вот сигарой. Так, ну, так и говорят, часто, значит, сигарный вид такой вот сигарой на фазовой диаграмме, значит, которая означает, разумеется, следующее. Вот смысл всего сказанного и предыдущего есть, значит, мы понимаем, что вот здесь у нас область пустой части жидкой фазы, вот здесь, вот при этих условиях, ну, значит, давление, конечно, фиксируем, и концентрация, вот мы рассматриваем сплавы с равной концентрацией. Значит, вот сплав вот с этой общей концентрацией, значит, вот в этом интервале температур представляет собой вещество в двухпазном состоянии. Ну, а при более низких температурах, естественно, устойчиво-твердое пазо. Возникает вот, значит, такая диаграмма, ее вот легко, понятно, можно, учитывая, из опыта установить. И вот эти фиксированные наши, значит, концентрации, они могут быть легко, так сказать, показаны на картинке. Концентрации в определенной температуре. Вот давайте мы, значит, обсудим такую ситуацию. Вот пересечем геограмму прямой, которая отвечает вещество определенной температуре. Значит, о чем, ну, вот нам говорит эта линия. Эта линия нам говорит о том, что если концентрация сплава, ну, доля нигеля, в общем, гонюстые вещества, меньше, чем вот эта концентрация, которая вот так вот определяется, проектирование, значит, эти сплавы вот с такой концентрацией при данной температуре, вот мы выбрали какую-то температуру, провели, значит, это прямо, они могут быть только жидкими. Наоборот, если концентрация нигеля достаточно большая, вот отсюда начинаем, то, значит, эти сплавы с какой концентрацией, при вот этой температуре, они могут быть только твердыми. Ну, и есть вот такой вот интервал, который, значит, как раз сплава вот с этими концентрациями, они могут быть в двухфазном состоянии при этой температуре. И действительно, вот эти вот граничные концентрации, это фактически и есть. Ну, вот так, как можем мы их. Вот они могут быть найдены. Если мы вот сняли на опыте такую диаграмму, то вот эти вот концентрации фиксированные, значит, они вот здесь, собственно говоря, и определяются. Вот это вот и есть, ну, на самом деле, ее лучше здесь, может быть, конечно, показать. Это вот и есть концентрация никеля в жидкий фаз. А это, ну, то же самое. Концентрация никеля в фазе тверд. Значит, у нас здесь, вот, да, я, ну, это вот линия, может быть, теперь лишняя, но отсюда я спроектировал, вот сюда, да. Значит, вот в этом интервале концентрации, концентрация общая, разная, а концентрация никеля, ну, и при этом, конечно, поскольку они связаны условием суммы равной единицы, концентрация меди в сплаве не зависит от общей концентрации. Они определяются, ну, в силу, значит, правила фаза, не определяются температурой. Вот эти вот температуры. Ну, и, значит, граничные возможные значения для общей концентрации, вот для которых это, вот, двухфазное существование возможно, они как раз и могут быть. Вот эти вот, эти концентрации определяемой температуры, они могут быть определены вот из-за тех, как в фазах СИГ. Ну, потому что, действительно, значит, вот плавление при этой температуре только-только начинается. И, естественно, вот сплав общей какой-то фиксированной концентрации, вот этой вот, да. Значит, он, а дальше, когда мы рассматриваем какие-то большие концентрации, когда мы рассматриваем большие концентрации, то тут концентрация никеля в жидкой или петлой фазе, она совершенно жесткая определенная температура. Но вот здесь-то на границе, значит, это концентрация вот этого, это общая концентрация вот этой точки отвечает, да, вот общая концентрация. Поэтому, значит, мы можем вот из этой фазовой геограммы без слов определить, вот эти вот фиксированные, при изменении дальнейшем общей концентрации, концентрации, значит, вещества той и другой фазе. Мы можем, кроме, значит, вот этого, мы можем определить с помощью вот этой нашей геограммы и распределения вещества по фазам. Значит, мы можем вот эти концентрации неизменные, ну, при данной температуре и давлении, конечно, установить, мы можем, с помощью этой же картинки мы можем, ну, может быть, с помощью картинки мы просто эти концентрации устанавливаем, ну, а вот через них мы можем определить, как именно вещество распределяется по фазам, сколько вот, ну, в какой-то вот этой определенной ситуации, значит, сколько вещества может находиться в базе жизни, сколько вещества. Ну, вот, давайте напишем такие очевидные два уровня. Значит, как бы вещество не распределилось по фазам, значит, у нас имеется какое-то определенное количество вещества в фазе жидкой и какое-то определенное количество вещества в фазе твердой. Значит, это вот общая сумма. Вот сколько там моли вещества мы взяли, значит, сколько-то меди, сколько-то никеля, и мы знаем, сколько это моли. Вот это вот фиксированное неизменное количество. Значит, когда идет процесс плавления, у нас жидкие фазы становятся все больше, твердые все меньше, но суммарное количество вещества, конечно, при этом не меняется. Здесь вот это N со значком R. Оно представляет собой сумму, разумеется, количество никеля жидкого и количество меди жидкого. Это общее количество вещества в жидких фазе, как меди, так и меди. Количество жидкости. А это количество твердого вещества, ну и, естественно, полная сумма не меняется. Ну и мы можем написать, кроме вот этого соотношения, еще одно. Значит, очевидно. Вот у нас в расплаве при данной температуре имеется какое-то данное количество никеля в жидкой фазе и какое-то данное количество никеля, ну, какого-то там вещества B, скажем, если мы говорим по слову, я просто для ящики, так сказать, конкретности говорю о никеле. У нас имеется вот эти вот, мы из диаграммы, вот их определяем, вот эти вот числа, числа, которые определяют концентрацию. Ну, вот никеля в твердой и в жидкой фазе. Поэтому, значит, очевидным образом мы можем поступить так. Вот давайте мы возьмем, значит, концентрацию никеля в жидкой фазе и умножим на количество вещества в жидкой фазе. Значит, эта штука, эта сумма, это естественное количество никеля в жидкой фазе. Точно так же мы можем прибавить, точно так же записав, мы можем к этому произведению прибавить количество никеля в фазе бьерта. Что это такое? Ну, естественно, это количество никеля вообще в этом нашем расплаве. Значит, как мы его вместе с твердой и жидкой фазе? Мы можем, очевидно, записать так. Мы можем умножить полное количество вещества N на концентрацию никеля, ну, которая определяется вот такой формулой, только я ее, кажется, писал мастер. Значит, если для никеля, то... Вот так. Вот, ну, очевидное такое вот соотношение. Которое представляет собой очевидные два соотношения, ну, очевиднейшим физическим смыслом, которые представляют собой два уравнения для двух вот этих вот количеств, значит, жидкой и твердой фазы в море. Вот эта концентрация нам, она фиксирована общая. Мы просто знаем, сколько мы взяли перед сплавлением по массе, по морям того и другого. Это сумма. Ну, а вот эти вот концентрации, значит, они определяются при данной температуре, при данном, естественно, фиксированном давлении. Они определяются вот из вазовой геограммы, значит, мы вот их можем найти. Вот, если у нас есть такие измерения, то вот это фиксированные определенные вещи. Ну, и вот мы можем найти просто количество вещества в общее в жидкой твердой фазе, решая эту систему. Значит, она, конечно, очевидным образом определитель не равен нулю. Система, значит, неоднородная, определитель не равен нулю. Существует единственное решение. Значит, ну давайте я просто, значит, напишу, не мучаясь, ну, очевидно, могу, значит, отправить в экран, если угодно, там, метод обеспечения, как угодно мы можем. Значит, найти. Вот у нас получится так. Значит, для NL... Вот, значит, количество вещества в жидких хозяйствах. Отсюда решением этой задачи получается. Значит, вот таким. Ну и рядом, в твердой фазе, в твердой фазе ответов, да, для твердой фазы. Да, здесь надо N, конечно, поставить. Вот это вот N, общее количество вещества. Это определитель нашей системы. Ну, а числители разные. Таким вот образом все это выглядит. Да, здесь тоже, конечно, N. Вот это общее N, когда мы будем подставлять в определитель, в качестве, в определитель системы, в качестве столбика первого или второго, для NL или для NS столбик свободных слагаемых, то тут N будет, и оно обязательно таким вложителем должно, конечно, появиться. Вот получается вот так. Ну и после этого, конечно же, естественно, поделить одно на другое, чтобы избавиться от N в отношении. И тогда у нас получится так. Если мы поделим, то количество вещества в той и другой фазе отношений в видеоколичества, ну, естественно, будет вот таким. Значит, здесь вот этот вычтительный должен написать, а здесь вот этот. Значит, это соотношение называют правилом рычага. Значит, соотношение действительно так часто называют, ну, по той очень простой причине, что вот если мы... Ну, вот я нарисую, как я могу полного избавляясь от панцины. Значит, у нас это картинка с себя. Значит, это концентрация. И это температура некая фиксированная. Значит, у нас есть вот эти вот концентрации. Значит, это жидкая, это твёрдая фаза. Ну, это две фазы вместе. Значит, вот концентрация нитридной аутридной фази. Концентрация фиксированная, зависящая от температуры, меняющаяся, но когда мы говорим о фиксированной температуре, значит, это тогда фиксированная величина. И вот здесь вот эти две, значит, концентрации, которые выходят вот сюда, значит, в эту формулу. Вот мы с фазовой диаграммой можем так определить. Где здесь вот эта концентрация нитря общая? Ну, она какая-то, вот мы взяли, вот её можем здесь тоже отменить. Вот какой-то у нас фиксированный заданной концентрацией. Ну, вот, может, я вот здесь вот так вот пришёл, да? И это нечто неизменное. Менять мы можем, но если вот мы взяли данный сплав, данной концентрации, вот мы можем эту точку поставить на оси концентрации. Ну, вот, ординату эту восстановить. Ну, и если нас интересует, как вещество вот с данной сплаве, с данной концентрацией разделится по фазам при данной температуре, то потом мы проводим ещё вот эту вот имену, которая отличает определённую какую-то температуру. Значит, вот у нас получилось. Вот это точечки, которые, значит, делят этот интервал, мне, которым определённый образ. Значит, что тогда у нас получается? Вот мы его так разделили. Значит, вот у нас есть вот это вот, этот вот. Ну, мы на картинке видим, на диаграмме мы видим вот этот вот отрезочек. Значит, что он собой представляет? Ну, очевидно, это С никеля минус С никеля в жидкий фазе при данной температуре. Вот, и есть другой, значит, отрезочек, который, очевидно, вот, геометрический, графический представляет собой вот что. Значит, это концентрация никеля при данной температуре в девятой фазе минус общая концентрация. Это как раз, в принципе, вот числитель и знаменат. Ну, и, значит, у нас получается так, если мы возьмём количество, значит, жидкой фазы, да, и умножим её, количество вещества в жидкой фазе, умножим её вот на этот вот отрезочек, то это произведение должно быть равно количеству вещества в твердой фазе, умноженному как раз вот на этот отрезочек, ну, потому что, вот, значит, ясно, что вот он этот отрезок представленный. Значит, это выглядит как условие равенства, как условие равновесия рычага. Когда, значит, рычаг опёрт, и на него действуют какие-то две силы, ну, и мы знаем, что равновесие достигается тогда, когда равны моменты, то есть мы должны силу на плечо умножить, да, и вот тогда, значит, рычаг будет силу на плечо для каждой силы умножаем, получаем, значит, моменты, рычаг равновесия тогда, когда, вот, значит, эти произведения равны. Вот здесь, ну, в силу вот этой водожелогии, значит, мы должны, мы видим, что равновесие, термодинамическая равновесие имеет место тогда, когда вещество по фазам распределяется вот таким вот образом. Значит, отношение количества вещества от жидкой и твердой фазе – это отношение вот этих вот отрезочков. Это вы к этому, если о жидкой и твердой. Ну, а если записать такое произведение, то получается, ну, вот, как бы, плечо вот этого вот, этого вот расстояния, да, мы вот нажираем, ну, не на силу, конечно, а на, соответственно, значит, количество вещества. Ну, то есть вот эта наша фазовая геограмма позволяет нам говорить о том, как вещество распределится по жидкой и твердой фазе, используя вот это самое правило рычага. То есть в геограмме, которая, ну, очень-то понятным образом, в принципе, может быть, вот это получено, вот эта картинка, она содержит в себе, ну, достаточно много всякой информации, которую можно вот извлечь с помощью вот этих вот рассуждений и вот этих вот формул. Ну, вот, размышляя, так сказать, над этими картинками, можно прийти и к некоторым технологическим рецептам. Ну, вот, давайте представим себе, что сигара в данном фото-конфетном, в мире, наклонена вот рукой. Вот у нас картинка вот идет как-то вот так, значит, это опять же такая фаза, это четвертая. Вот, если сигара наклонена вот таким вот образом, то, значит, нам понятно, что вот при какой-то данной температуре... Вот мы определяли концентрацию, это вот есть эти концентрации, да, вот концентрация в какой-то склад, значит, А, тут у нас вещество В, значит, это вот концентрация В в твердой базе, на такой картинке, а вот это вот концентрация В в жидкой базе. Ну, и понятно, что вот при такой сигаре у нас концентрация вещества В в твердой базе больше, потому что мы видим из этой картинки, больше, чем в базе твердой. Значит, и в результате у нас получается так, вот у нас есть, ну, какой-то сплав с некоторой общей концентрацией. Она где-то вот тут, в середине, так сказать, находится, но когда мы расплавляем, то вещество В с большей концентрацией содержится в жидкой базе, чем вот в этой общей. То есть, если мы вещество расплавили, то оказывается так, ну, в силу это, в конце концов, это всегда на уровне каких-то взаимодействий, там, межмолекулярных. Но, значит, вещество ведет себя таким образом, это вещество В, оно преимущественно, если мы создали вот этот самый расплав, оно преимущественно отправляется в жидкую фазу. И в этом есть рецепт очистки. Значит, если мы хотим избавиться, вот нам надо бы, мы бы хотели получить чистая А. А в нем, ну, вот в силу каких-то причин, мы не нарочно это делали. Вот у нас есть А, но оно нечистое, там есть еще В, вещество В. Значит, как мы можем поступить, стараясь очистить, значит, вещество получить чистая А? Расплавляем и просто сливаем жидкую фазу. Вот двухфазное состояние, да, значит, расплавляем, жидкую фазу просто сливаем. Значит, остается жидкое, остается твердое вещество, в котором концентрация была уменьшилась, потому что, ну, большая часть, значит, ушла вот вместе с жидкостью. Ну, конечно, жалко сливать, значит, как просто количество вещества затвердевает это, твердое А остается, нам надо его, конечно, мы имеем в виду какой-то, вот, хотим использовать А, твердое. Вот расплавляем, потом, когда мы жидкость слили, там, ту самую часть, значит, насколько жидкость слили, осталось твердое и жидкое, где А больше застывает, имеется, вот, в результате у нас А более чистая, чем было раньше, эту процедуру мы можем снова повторить, и так вот, в принципе, можно добиться того, что вещество становится все более чисто. Значит, можно в сотни раз, во всяком случае, вот, увеличивать чистоту, степень чистоты. Ну, для того, чтобы не сливать вот жидкую часть расплава, в котором, значит, больше концентрация этого, и ненужного нам, если бы, поступает так, ну, наверное, вы где-нибудь видели, слышали, читали, значит, действует методом зонной плавки, так называемый, значит, из этого вот образца, в котором есть грязь Б, делают, ну, стержень, скажем так, да, и плавят местным образом. Ну, то есть у нас есть какой-то стержень, и тут, ну, такая, вот, кольцом таким, вот такая печка, что ли, она представляет собой, ну, здесь вот какие-то, значит, какой-то нагреватель, ну, провод какой-то, источник тепла, через который можно вот медленно это делается, конечно, протягивается вот этот наш образец, и вещество плавится локально, вот здесь вот. И получается так, как когда мы его протягиваем через вот эту вот узкую печку, значит, вот весь этот жгут проходит через вот эту плавку, и сначала здесь, если мы, ну, вот сюда тянем, сначала здесь, потом дальше, дальше, из всего вот этого нашего образца вещество Б собирается в эту самую жидкую фазу. И в результате можно, ну, когда этот процесс закончился, оказывается, что, если мы вот тянули вот сюда, то концентрация Б вот здесь больше, чем в этой остальной фазе. Ну, тут тоже приходится, значит, отпиливать, отпиливать вот этот вот кусочек, куда вещество Б собралось, его просто отпиливают. Ну, и опять же, процедуру можно повторять, повторять, и таким образом, значит, добиться, ну, в достаточно высокой степени чистоты. Чистоты. Так, опять, сейчас уже очень много времени прошло. Ну, ладно, значит, вот с этим параграфом тогда мы закончили. Давайте сейчас строим маленький перерыв. Здесь, значит, газообразное. Ну, и вот здесь вот, это область устойчивости жидкой фазы. Ну, на картинке обычно рисуют это при очень низких светом температурах. Значит, у нас есть какая-то линия фазового перехода, которая, значит, отделяет гелий обычный от гелия сверху кучек. То есть, вот они не сходятся, вот эти вот линии. Значит, здесь просто вот область и устойчивость, значит, давайте пометим, что это для гелия, только для гелия. Для других, естественно, ну, качественно, вот эта наша фазовая диаграмма качественно будет вот таким вот образом. Твойная точка для, ну, важнейшего, может быть, для нас вещества воды характеризуется вот следующим образом. Значит, вот это для воды, хотя, может быть, не очень хорошо здесь это написать, если я напишу вот конкретное значение для ноль, то это какое-то значение, что-то написано для воды, а для воды диаграмма на самом деле не совсем такая, поэтому лучше, наверное, где-то в стороне написать, что вот для воды, значит, это 273,16 сотых градусов делено по определению. Почему определение? По определению. Это же вот эти. Значит, это такая реберная базовая точка для, чтобы вы температуру. Мы просто определяем, что вот если вода находится в этом состоянии равновесия трехфасных, это значит, что ее температура равна 273,16 градуса келера. Значит, соответствующее давление, значит, оно равняется 609 паскаре. Проверные точки бывают не только вот точками равновесия, значит, трех агрегатных состояний. Их на самом деле может быть очень много, и они, опять-таки, на самом деле, на той же самой базовой диаграмме для воды существуют. Значит, вода, фазовая диаграмма воды замечательна тем, что, ну вот, помните, мы с вами говорили, что лед плавится при более низких температурах, когда давление повышается. То есть вот кривая наклонена здесь должна быть, вот, вблизи, значит, этой температуры, она наклонена вот по-другому. О, она выглядит вот, сейчас я, наверное, тогда заново, ну вот эту, беру. Значит, качественно, это как-то так выглядит. Вот у нас, вот здесь, что-то она вот так выглядит. И вот в области устойчивости твердой фазы есть... Это лед всегда, но есть, вот, по крайней мере, вот я из монографии Щегарева, вот, перерисовал. Ну, опять же, это будет очень качественно. Значит, у него там приведены на картинке пять видов, да, пять видов твердой фазы. Лед, ну, бывает разумеет, снежинки эти бывают разумеет. Ну, и картинка примерно вот такая. Вот некая, значит, обычная фаза, первый лед. И вот тут вот так. Ну, это совершенно качественно, разумеется, но как-то вот так вот это выглядит. Вот, вот, и вот тут вот есть вот тройная точка, когда три разные фазы, ну, условно, как я скажу, вторая, вторая, третья, третья, это... Вот здесь вот есть, вот как-то вот так вот еще показано бедное. Значит, это вот в области устойчивости, ну, при данной температуре и давлении, какой-то вот модификация. Это все лед. Все лед, но лед разный, разный как в общем смысле. Структура, структура кристалла разная. Физические свойства из-за этого отличаются, и поэтому это тоже вот, ну, как бы отдельные фазы. Они все твердые, но они различаются. Лед в этих разных состояниях по своим свойствам, ну, не такой, как в других. И вот здесь действует тройная точка. Вот эти три фазы, они все твердые, конечно, но вот эти три фазы могут быть в равновесии друг с другом. То есть, вообще-то, тройная точка не обязательно, вот эта точка, ну, мы, конечно, очень интересуемся, конечно, вот именно тройной точкой, где сходится кривое равновесие агрегатных состояний. Но это не значит, что тройная точка – это вот и все, вот только равновесие агрегатных состояний. То есть они на фазовых геограммах, вот в области особенно, значит, конечно же твердого тела встречаются достаточно часто. Значит, вот, ну, мы, вы уж, конечно, про это где-то слышали, но все-таки вот надо нам было упомянуть его в крайних точках. Значит, здесь, вот, кстати говоря, значит, что может быть интересного в этой диаграмме для воды? Значит, вот этот нормальный наклон кривое плавления, вот здесь, значит, он приводит нас к выводу такое вот интересное воздействие. Если водяной пар находится вот в каком-то вот состоянии, вот где-то вот здесь, да, при этих температуре, температуре и давлении, то, значит, получается так, значит, вот это пар. Мы начинаем при этой температуре повышать давление, и у нас образуется лед. Не жидкость, не жидкая вода, а вода, лед, твердая вода. И только потом, при дальнейшем повышении давления, мы можем попасть в области строящихся жидкой фазы, и это все при повышении давления у нас плавится. Вот это можно наблюдать, это вот такая вот, ну, любопытная особенность. Вода вообще, конечно, в некотором роде аномальная во многих отношениях, по своему поведению, замечательная жидкость, которая очень важна для нашего просто существования. Ну, вот такой интересный момент. Тройные точки разных веществ вот на этой плоскости могут быть, конечно, расположены весьма, так сказать, разнообразно. И вот интересно, что, ну, тоже такое, все мы про это знаем, про этот, ну, пример. Вот, если говорить о углекислом газе, СО2, то он в твердом состоянии представляет собой, ну, можно так сказать, лед, который называют сухим. Значит, тройная точка сухого льда находится при весьма высоких значениях давления. Это 73 атмосферы. 73 атмосферы. Поэтому, если мы, ну, вот, его имеем при обычных условиях, этот твердый газ, то вот при этих малых давлениях он просто-напросто сублимирует, он переходит из твердого состояния в разнообразный, не образуется дужа. Это холодное твердое вещество, но когда, значит, вот оно находится при обычном атмосферном давлении, одна атмосфера, а не 73, то, значит, с ним происходит следующее. Он испаряется, а не плавится. И это, значит, очень активно используют для того, чтобы... Вот, ну, мороженое раньше продавали, сейчас как-то все не так, конечно, его хранят в холодильниках. Ну, у нас, кстати, у нас ведь нет, сейчас не продают мороженое в виде. Нигде его нет. Уфете продают? Уфете есть. Но там все равно его достает из холодильника. А вот раньше на улицах, ну, просто вот мороженщица выходит на улицу с каким-то панерным ящиком, да, летом там в самую жару, может быть, и она продает мороженое из этого ящика, в котором, ну, вот этими, этим углекислым газом в твердом состоянии мороженое, ну, переложено. Там лежат эти куски, это вот СО2 в твердом состоянии, ну, и мороженое, естественно. Оно сохраняется твердое мороженое, потому что этот самый, значит, твердый, очень холодный, но он, разумеется, стремится перейти к газообразную фазу, его количество уменьшается, но он не лужу образует, а просто пар. И это, ну, хорошо. Зачем надо, чтобы мороженое плавало в лужи? Конечно, это никому не надо. Но, в общем, вот этим часто пользовались раньше, потому что я еще очень хорошо помню, как это было, когда, ну, у них такие были картонные какие-то конструкционерные ящики, которые, ну, где-нибудь на платинке там стоят, мороженое все цветы, ну, торгуют. У нее нету никакого холодильника, некуда включить там, и холодильника нету, и розетки никакой нету, но есть этот ящик с этим самым сухим льдом. Ну что ж, значит, вот, таким образом, конечно, эта тройная точка может на биограмме, при самых разных, по и 5 для разных веществах полагаться, тут разнообразие, в общем-то, имеется очень большое количество. По-видимому, эта линия начинается из дыря, из начала координат. Вот эта вот линия, по-видимому, уходит в бесконечность, хотя по этому поводу нету такого однозначного мнения, что будет, если мы доберемся до очень высоких температур и очень высоких давлений. Может, она где-то оборвется? Некоторые считают, что может оборваться. Хотя, вот, скажем, у Ландау написано, ну, в каком-то месте там, значит, когда вот обсуждается фазовый переход и тройная точка, там написано, что, по-видимому, она никогда не может. Вот, кончится эта линия в силу качественной разницы между этими фазами. Значит, это твердая фаза, упорядоченная, а это жидкость, и там дальнего порядка нет, и вот, ну, вот, у Ландау выражено такое мнение, что, значит, никогда эта линия конца иметь не будет. В то же самое время нам совершенно таки достоверно известно, что вот эта вот линия, граница раздела жидкой и твердой фазы, фаз, которые гораздо больше похожи, чем между собой, чем они же, если их сравнивать с твердым темом, который не совсем не похож. Вот эти вот две фазы, разделяющая их линия, она обрывается в некоторой точке, которая, ну, как бы, я это, конечно, помню еще и там, в реальной физике, значит, эта точка называется критической. Значит, эта линия обрывается. Ну, почему это происходит? Это происходит потому, что, если мы вот таким образом увеличиваем, значит, температуру, ну, следя за тем, как, значит, у нас давление меняется, вот, ну, исходя из условий, что при меняющейся температуре фазы должны оставаться в равновесии. Будет меняться давление, вот поднимаем температуру, соответственно, значит, если мы так или иначе добиваемся равновесия, растет температура. Вот в ходе движения по этой линии, значит, свойства воды и пара становятся все ближе и ближе. Ну, вот скажем, понятно, что если мы будем рассматривать какое-то вот фиксированное количество вещества, ну, вот некоторый объем моря. Значит, если мы воду нагреваем, она, значит, расширяется и объем моряк не падает. А для пара, который находится в равновесии с жидкостью при этом, естественно, плотность пара, ну, где-то на старте, она существенно меньше, чем плотность воды. Но когда, значит, вот этот вот пар насыщенный, то для него получается так, что для него плотность растет с температурой. И вот если мы такую картинку вот для себя нарисуем, плотность откладываем в зависимости от температуры. Ну, при какой-то температуре, которая меньше критически, у нас, естественно, есть, значит, плотность жидкости и плотность пара, ну, и, конечно, плотность жидкости гораздо больше. Но вот по мере того, как мы рассматриваем более высокие температуры, а пар, это насыщенный пар, пар, который находится в равновесии жидкости. Значит, вот это расстояние, оно становится все меньше и меньше, и вот в какой-то момент, значит, они сливаются. Почему так происходит? Вот для пара мы можем, используя просто уравнение состояния для идеального газа, для оценки, значит, мы можем для плотности написать, как известно, вот такое вот выражение. Чет М – это малярная масса, универсальная, постоянная, ну и давление, деленное на температуру. Значит, ну, просто если мы... Понятно, что это ПВ равно РТ написано. НРТ. Вот, значит, это, если мы взяли какое-то фиксирование, у нас, ну, вот один моль, допустим, да, то вот у нас есть такая общая формула, в которой подразумевается в принципе, что давление и температура могут назначаться, их значения могут быть взяты независимым образом. Но если у нас есть условие, что это пар, которая находится в равновесии жидкости, то есть насыщенный пар, то давление не является чем-то самостоятельным, оно определяется температурой. Давление определяется температурой. Ну и к этому поведению, вот этой вот плотности, тут вот Т стоит в знаменателе, и вообще-то с ростом температуры, конечно, плотность должна падать. Но вот из-за того, что здесь не безразличная температура, а зависящая от нее стоит причина, вот это вот давление насыщенного пара, то оказывается, что, значит, ну, это прекрасно известно для воды, значит, как растет давление насыщенного пара с температурой, и вот этот вот рост числителя, он, значит, побеждает рост знаменательного, который в обратную сторону, раз он знаменательный, значит, работает. Вот оказывается, что, да, действительно, вот плотность, значит, ну, это вот, легкость, это вот пар, и при критической температуре, значит, они сливаются, и остальные характеристики тоже в связи с этим становятся умнее повышения температуры критической жидкости и пары характеристики становятся все ближе и ближе, и вот при этой температуре фактически, значит, различие между парой и жидкостью пропадает и теряет смысл разговора о том, что у нас есть какие-то две факты, это однородная, получается, какая-то система. Вот, значит, у нас возникает вот такая ситуация, что вот при этих давлениях, которые больше, и температурах, которые больше, чем политическое, вещество не может разделиться на эту жидкую и твердую, жидкую газообразную фазу, это однородная какая-то такая вот система. Значит, что касается воды, то для нее, для нее температура критической точки, это 647,3 градуса Кельсия, ну, если Цельсия, то 374,3, если Цельсия, градусов Цельсия. Ну, а, значит, политическое давление, оно для воды равняется 22 тысячи 127 киломатра. Значит, и так вот при температуре выше критической невозможно существование жидкости и газа, разделенной границей раздела. Значит, мы можем, конечно, при этой более высокой температуре начать сжимать это вещество и при сжатии долевой плотности под пушником будет находиться, ну, однородное вещество. Значит, нет, не возникает никакой границы раздела и, значит, трудно сказать, когда, значит, у нас, ну, вот, там, собственно, нет оснований, что ли, для того, чтобы говорить, что вот сейчас мы имеем дело с паром, а теперь начинаем иметь дело с жидкостью. Ну, вот, например, вот я выписал, как вот об этом еще выявил, опять-таки, пишем. Значит, он, вот, цитата буквально, значит, если сжимать газ при температуре больше критической, то фазового перехода газ-жидкость наблюдаться не будет. Просто газ будет становиться, но все-таки газ, значит, на старте газ. Ну, то есть, вот это вещество относительно малой плотности. Просто газ будет становиться все более и более плотным, и при больших давлениях его, если угодно, можно назвать жидким. Вот так вот сказано. Газ можно назвать жидким. Но все это совершается непрерывно, и разделение системы на две фазы не происходит. Вот, значит, какая у нас есть на фазовой диаграмме практически для всех веществ особая, значит, критическая точка. Ну, вот, вы знаете, что, конечно же, можно, это вот очевидно, что, если мы при какой-то данной температуре берем газ, и из этой нашей диаграммы общей ясно, что если мы повышаем давление, ну, сжимаем, значит, заключаем какой-то объем, начинаем, значит, сжимать, там, попускаем горшень в цилиндрах. В принципе, значит, вот можно перевести вещество в жидкое состояние. Вот, мы отсюда идем, поднимаем давление, попадаем в область устойчивости жидкой фазы, значит, у нас возникает немножко лидкость в этом нашем объеме. И вот так Фарадей еще в начале, скорее, 19 века, значит, именно сжатием получил жидкий хлор, жидкий вот пудрекислый газ, например, но не со всеми газами у него это получилось. И некоторые газы даже вот после этого стали объявлять, назвали их такими постоянными газами, потому что, значит, как ни давили, не получалось сделать жидким водород, издвород, обзор, ну, по крайней мере, вот эти вот считались, они считались постоянными газами. Значит, ну, в то время еще такого вот полного представления не было, а в этих диаграммах во времена Фарадея, это еще скорее начало, значит, 19 века, ну, и оказалось, что дело просто в том, что у них очень низкие критические температуры, и Фарадей делал это, ну, где-то вот в этой области. Он не мог пересечь эту линию, потому что, скажем, значит, соответствующая температура для азота – это минус 50 градусов Цельсия, для кислорода, для азота – минус 147, а для водорода – минус 240, ну, при обычном атмосферном давлении. И поэтому, вот, собственно говоря, и Фарадей, можно так сказать, успел неудачу, из-за того, что вот эти вот температуры для этих газов были очень кислыми. Ну, дальше нам надо, когда вот мы обсуждаем эти диаграммы, упомянуть, конечно, о том, что вообще говоря, вот эти все рассуждения, они относятся, когда мы такую вот четкую линию на диаграмме рисуем, эти все рассуждения относятся к веществу очень хорошо очищенному. И на практике, конечно, вот когда мы имеем дело, ну, сколько это там, опять же, водой не идеально чистой, у нас на самом деле может быть, может наблюдаться такая ситуация, когда, ну, скажем, той же самой воде уже давно было бы пора замерзнуть, потому что при вот каком-то определенном данном давлении мы ее охлудили до температуры, который уже отвечает области устойчивости фазы твердой, а тем не менее она не завязает. Ну и также и тут, вот скажем, мы можем нарисовать вот здесь, на этой линии мы можем показать, ну, какую-то, значит, область какую-то условие, при которых, ну, как бы нарушается это правило, то есть, вот скажем, у нас может быть жидкость перегрета, вот в этих условиях уже вот здесь вот при данной температуре и давлении вещество должно быть уже газообразным, а тем не менее, значит, мы еще имеем дело с жидкостью, то есть она перегрета, то есть она должна, она может при данном давлении быть жидкой вот при этой температуре, а тем не менее мы при этой вот более высокой температуре мы глядаем ее как жидкостью. Ну и, значит, наоборот, может быть с парой. Значит, вот обычно, вот ты рисуешь только с одной стороны на этой диаграмме вот такую вот область, потому что говорят, что перегреть твердое тело из-за наличия в нем практически всегда каких-то дефектов невозможно. Ну а здесь вот можно нарисовать вот такую вот область, значит, область, которую можно назвать областью гнетостабильных состояния. То есть эти состояния наблюдаются, но в принципе значит, они неустойчивые и какие-то легкие воздействия могут привести к тому, что они разрушаются. То есть вещество, ну вдруг, просто достаточно может быть эту воду переохлажденную, сосуд с ней просто встряхнуть и она мигом превращается в лед. Такого очень легкого воздействия достаточно, но если этого нет, то она может быть вот при температуре меньше нуля, она почему-то все еще рыться. Значит, почему так может быть? В принципе, ведь вещество надо было бы перейти в это состояние, в котором потенциал гипса заведомо меньше, чем, ну вот в каком-то другом конкурентном состоянии. Значит, ну считается, что причина этих вот затяжек фазового перехода в существовании поверхности энергии. Значит, когда мы говорим о, скажем, потенциале гипса вот этой нашей двухфазной системы, то он должен складываться из потенциала гипса одной и другой фазы. Но, значит, когда у нас действительно граничит две фазы, то есть граница раздела, вот эта поверхность раздела и вещество, которое находится вот вблизи этой границы. И его имеет смысл выделить, ну, в некое особое, так сказать, состояние. Ну и тут нужна еще какая-то добавка, которая, значит, вот этот вклад от вещества, которое находится вблизи границы. То есть мы обязательно должны вот существование поверхности при условии том, что граничит, заведомо существующие, если граничит две фазы, мы его как-то должны лечить. Ну и вот получается так, что, скажем, мы сравниваем эти два потенциала в той и другой фазе. И вещество выгоднее было бы всему, ну, скажем, там, из первой фазы перейти во вторую, потому что потенциал химический, если будем рассуждать относительно одного моля во второй фазе меньше, чем в первой. Но при этом это падение потенциала гипса за счет перехода вещества из, значит, одной вот объемной фазы в другую не больше, чем по модулю, чем рост вклада потенциала общего гипса от поверхности. И вот это существование вот этого слагаемого, оно до поры до времени и задерживает пазовый переход. Ну вот обычно приводит такое количество рассуждения. Давайте искать изменение потенциала гипса, связанное с тем, что какое-то количество вещества, значит, из первой фазы перешло во вторую, ну, там, скажем, в толще жидкой фазы образовался пузырек газа. Молекула как-то случайным образом, механизм это всегда в фруктуации, конечно, вот как-то там молекулы разбежались от этого места случайным образом, и тут относительно пусто, и это можно рассматривать как пузырек газа. Ну вот, допустим, этот зародыш имеет сферическую форму. Сферическую форму. Вот из первой фазы, значит, вторую, какое-то количество вещества перешло. Ну, давайте мы его будем искать так. Вот если у нас это количество вещества. Вот у нас образовался зародыш сферической формы, то есть его объем, если это радиус зародыша, значит, его объем вот такой. Значит, если мы поделим на малярный объем вещества во второй фазе, то, значит, это вот и будет количество вещества, которое перешло. Оно было в первой фазе, а теперь оказалось во второй. Значит, вот столько вещества перескочило из первой фазы во вторую. Как при этом изменился потенциал гипса? Ну, у нас есть потенциал моля. Это вот столько моли, да? Раньше это было в первой фазе, а сейчас во второй. Поэтому здесь, если я раскрою шкуп, то это у меня будет то, что стало, и я из него вычел то, что было. Вот это изменение, значит, потенциала гипса. Ну, и плюс к этому образовалась поверхность. Ее раньше не было. Вот зародыш образовался, образовалась поверхность. Поверхность, которая характеризуется таким образом. Это 4πr в квадрате. Значит, и для того, чтобы найти вклад потенциал гипса в энергию, конечно, надо просто умножить вот эту поверхность на то, что мы называем поверхностным натяжением. Ну, допустим, там мы назначим лукой сигма, как это часто делают. Значит, вы помните, что по определению поверхностно натяжение это работа, связанная с образованием единиц в площади поверхности. Поэтому вот она раньше не было, теперь образовалась. Вот такая добавка. Значит, здесь, конечно, раз вещество переходит из первой фазы во вторую, то оно идет туда, где химический потенциал меньше, то есть 2 меньше, чем 1. То есть вот это вот плагаемое, оно отрицательное. А вот это вот слагаемое положительное. Ну и значит, до поры до времени, до тех пор, пока зародыш очень маленький, вот это слагаемое отрицательное из-за того, что здесь R в кубе меньше, чем вот это вот, где R стоит в квадрате. Ну, понятно. И вот существование вот этого вклада как раз и задерживает переход, фазовый переход. Значит, если мы, ну, качественно нарисуем зависимость вот этого нашего R от R. Значит, то получается так. Значит, вот при маленьких R рост, ну а потом где-то, конечно, в конце концов, когда R становится достаточно большим, начинает уже побеждать, так сказать, это слагаемое. Ну и в принципе, значит, у нас начинает побеждать вот это слагаемое. И картинка качественно выглядит вот так. Ну и, значит, легко найти некий критический размер зародыша, при котором вот эта ситуация меняется, когда вместо роста уже начинается падение. Ну, это очень легко вычисляется. Значит, у нас получается, ну, не буду, значит, искать. И так понятно, что вот если мы вообще приравняем, значит, правильно это продифференцировать, конечно. Ну, можно и просто тоже для оценки вот приравнять это нулю, и у нас получается, что соответствующий размер, если мы это нулю приравняем, значит, он получается таким. Три сигма, да? Четыре пи сократится. Сигма уже второе. Мы будем поделить на вот эту разницу. Ну, один минус ню-2. Вот. Значит, мы можем вот так вот оценить этот критический размер зародыша. Если зародыш новой фазы будет больше, то, значит, вот уже затяжки этой перехода не будет. И если, значит, вещество, если в веществе какие-то вот откуда-то эти зародыши существуют, то, значит, переход-питко совершается. Ну, наверное, все на сегодня, да? Потому что раз мы будем...